25 января 2022 года на территории Ненецкого автономного округа прошло командно-штабное учение по отработке вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации на объектах воздушного транспорта. Основными целями учений стали отработка знаний и практических навыков руководящего состава органов управления и сил территориальных подсистем по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также совершенствование вопросов взаимодействия с органами власти. В 9.30 на пульс спасателей поступил сигнал о жесткой посадке воздушного судна. С этой минуты был дан старт совместной тренировки МЧС, службы медицины катастроф и региональной поисково-спасательной базы. Вылететь на поиски условно потерпевшего бедствия вертолета авиакомпании «Арктическая», совершавшего рейс по маршруту Хривер-Харияга-Наримар. Вынужденная посадка была произведена в 60 километрах от города Наримар. Перед спасателями стояла задача оказать помощь пострадавшим. По водным данным их было четверо. Одного в тяжелом состоянии с помощью специального устройства подняли на вертолет и доставили в аэропорт Наримара для дальнейшей транспортировки в окружную больницу. Остальным первую помощь оказывали на месте. Подобного рода тренировки помогают спасателям поддерживать навыки и улучшать взаимодействие между службами. Транспортное сообщение на снегоходах, так как снег не позволяет проехать автомобилем. Времени расчищать дорогу в экстренных ситуациях нет. Труднодоступные места – одна из отличительных черт региона. Такие учения мы стараемся проводить. Почему? Потому что, как вы понимаете, для нас, для округа это довольно актуально, потому что сообщение с промыслами и с населенными пунктами у нас ведется воздушным транспортом. Ну вот, и, скажем так, поиск пострадавших, которые, скажем так, потерпели крушение все эти вертолеты, когда падают и все остальное. Вы все понимаете, что здесь нам надо это все дело отрабатывать, но вот мы сегодня это все дело отработали. Тренировки у региональной поисково-спасательной бригады проходят ежемесячно. Ведь десантирование из вертолета – задача далеко не из легких. Тренировка прошла успешно, спасатели уложили срок во времени и оказали помощь пострадавшим. Как вы считаете, насколько вообще полезны такого рода тренировки? Ну как, конечно, полезны. Без них никуда. То есть, если мы где-то не тренируемся, может, месяца два уже, какие-то перерывы есть, то уже бывают ошибки. Поэтому надо тренироваться сейчас. Тренировка была запланированной, но в естественных реалиях времени на подготовку нет. Благодаря подобным учениям у наших спасателей есть возможность отработать порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север.